Продолжение следует... Уважаемые гости, тренеры, педагоги, спортивные функционеры. Сегодня на нашем вечере у нас у детской юно-спортивной школы знаменательное событие. Сегодня мы с помпезностью, с почестями провожаем наш такой, я бы сказал, стабильный состав, возраст 1997 года рождения. Почему? Потому что они практически у нас каждый год играли за медалью. Весь комплект медалей у нас у этих ребят имеется. И бронзовые призеры первенства России мы были, и серебряные призеры. И в этом году наконец-то дошли до высшей точки в играх первенства России. Среди юниорг. Это очень почетно. Как раз это очень знаменательно, что это произошло в выпускной войске. Значит, сегодня у нас приехали к нам гости, которые я буквально скажу пару слов о регламенте. Которые вас поздравят. Будут вам много говорить приятных вещей. Смотрите, не зазнаетесь от этого. И мы не девичья команда, у нас здесь склевеет от этого нет. Я к чему это говорю? К тому, что сегодня вы уже взрослые, мы юноши, мужчины. Вы должны за свои слова отвечать. Поэтому я не хочу, чтобы сегодня был один монолог. Что мы вас всегда... Да, какие вы хорошие, по голове вас гладим, а вы за млеили и все. Нет, вы должны отвечать. На каждое приветствие, пожалуйста, учитесь разговаривать. Как раз мы посмотрим, чему вы научились по спорту, чему вы научились в школе. Совместно мы, как бы сказать, здесь с общеобразовательной школой. Поэтому приветственное слово для честного не имеет заместитель руководителя Департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Васильевич Кольчиков. Дорогие ребята, мне особенно приятно находиться в Ленинском районе, потому что я 22 года проработал руководителем спорта Ленинского района и только полгода работаю в департаменте. Поэтому вы для меня тоже родные. Со многими из вас мы, наверное, и золотую шайбу закрывали и на соревнованиях на стадионе «Симсельмаш» вместе были дать. Поэтому вот сейчас Ингерсан сказал, что вы весь комплект медалей заработали. Я хочу надеяться, я думаю, что не только я, все вот здесь взрослые присутствуют, которые они надеются, и представители школы вашей родной, 160-й. Я думаю, что мы все верим в то, что у вас будут медали и взрослых чемпионатов России и так далее. Поэтому я, конечно, хочу, во-первых, сказать вам большое спасибо за то, что вы когда-то вместе с вашими родителями сделали свой выбор. Я имею в виду выбор хоккея с мячом как вида спорта. А то, что вообще вы занимаетесь физической культурой и спортом, это очень здорово. Я думаю, что даже если вы не станете большими спортсменами, я уверен, что вы уже выросли и будете хорошими людьми, и надежными товарищами, и успешными во всем. И в учебе, и в жизни. Я хочу от руководства Департамента физической культуры и спорта вот за вот этот год наш спортивный и за все предыдущие вручить капитану команды благодарность от Департамента физической культуры и спорта команде победительности на первенстве России в 2015 по хоккею с мячом за большой отклад развития хоккея с мячом на Сибирской области и в связи с успешным выступлением на первенстве России в 2015 году. Капитан. Здравия. Николай Васильевич. Почетная грамота Департамента физической культуры и спорта на Сибирской области награждается Николай Васильевич Коновалов за большой уничный вклад в развитии хоккея с мячом на Сибирской области и в связи с успешным выступлением на зрительниках, побеждительный первенство России в 2015 году. Я хочу, чтобы еще в заключение сказать, чтобы все у вас в жизни получилось и чтобы все вы перешли в молодежку, а потом в взрослую команду Сибирьмаш. Мы на это надеемся, потому что я захватил то время, когда команда Сибирьмаш была чемпионом России. Вот здесь мы наблюдали эти игры. Я уверен, что кто-то из вас, чем больше, тем лучше, будет играть чемпионами. Поздравляю вас. Я сразу хотел бы не то, что говорится, а сказать, что Сибирьмаш сегодня много будет говориться о том, что Сибирьмаш, команда Сибирьмаш мы выпускаем в 1997 году. Для нас мы, вы это знаете, тренеры знают, для нас это должно звучать как воспитанники новосибирской школы хоккеей с мячом. Потому что Сибирьмаш, это у нас, как бы, и Сибирьмаш вообще название, это бренд, это команда мастеров. А то, что вот эти команды все, которые мы в дальнейшем будем провожать, они у нас составлены из двух школ, которые у нас в городе находятся. Это школа Сибирьмаш-центр, сейчас, и спортивный клубок. Я думаю, мы лучше назовем Заря, наверное, потому что Больщик при карьере, может, Заря знает, что это такое, что это за бренд. Потому что, будем говорить, Сибирьмаш, все мы знаем, что это выпускники новосибирской школы хоккея с мячом. И сейчас я предоставлю слово, значит, тренерам, которые вас набирали, которые вытирали у вас, извините меня, где-то сопли, где-то зашнуривали вам МТ, то есть изначально, Александр Борисович, я думаю, как Александр Иванович, Александр Дмитриевич, давайте подходим. Благодаря этим людям вы полюбили этот вид спорта, они привели вам любовь к этому виду спорта, к физкультуре и к симулам. Я думаю, все ваши вопросы нет. Пожалуйста. Уважаемые наши выпускники, много лет назад, когда вы пришли на стадион, и начали свой путь трудный, тяжелый. И вы его прошли, испытали много забот, тягости. И мы считаем, что мы не зря потратили на вас свои силы, свое здоровье. Счастья вам, здоровья и дальнейших успехов. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Борисович, ты? Вы на тярьку называли? Нет, батька. Это, я думаю, эти люди как раз для вас были вторыми отцами, потому что как вы уходили, приводили вас на стадион, дома отец один, а на стадионе, я думаю, другой отец, ваши родители. Ребят, с вами была все, и радость, и слезы поражены. Это точно было радость. Я горжусь, что я с вами работал, что я вас набирал, что вы потом перешли в достойные руки. Игорь Васильевич, продолжил. Но вы каждый были таланты, вы каждый были умниц, со своими психами, со своими тараканами в голове. В целом были команды. Я помню, когда Женька на эсофету устанавливал, ты вот так бежишь второй, ты третий бежишь, ты четвертый. Ребка возмущался, почему я второй, а не первый. Данька сразу ворота начала играть, поэтому деталя работала. Поэтому они все ценовицу. Помню первую медаль в хоккейном тролле, да? Первая наша сказка была. Самое главное, чтобы выиграли золото первенство России и к этому шли, к этому пришли. Теперь дальнейшая удача, успеха. И главное, радости в жизни, чтобы каждый день приносил вам радости. Ну, будет радости, неинтересно жить. А с радостью всегда весело жить. Интересно. Поэтому удачи, спасибо вам, пацаны. Аплодисменты. Я не пойму, что слезы, что ли? Нет? Тут отек. Действительно, я просто как бы маленько разряжаю обстановку. Для меня, например, когда вы с Борисовичем начинали вас собирать первый год, уже мы 12 лет с вами вместе. Я думаю, как будто это вчера было. Так время пролетело. Мои пожелания, ребят, в дальнейшем вроде как выпуск, а с другой стороны у вас только все начинается. Вам надо попасть в команду, у нас все равно закрепиться. И самое основное, надо расти. Так что, успехов вам, удачи, здоровья. Всех благ. Аплодисменты. Сейчас такой задан вектор в команде, да? И вообще, если вы слушали последнее выступление президента Владимира Путина, то хватит нам легионеров зарубежных выбирать больше опираться на своих выступлениях. И вот этот вектор, который сейчас взяла новосибирский хоккей с мячом, он у нас должен дальше, дальше развиваться. И вот то, что вы стали чемпионами, у вас уже есть психология победителей, вы уже сильнее всех в своем возрасте, по вот этим командам, по своему возрасту. И вот эту психологию победителей вы должны постоянно наращивать и увеличивать свое мастерство, попадать уже в эту трибуну, вот ту развивалку. Минуя, конечно, сначала нововерную. Но главное, ребят, традиция, на средства фриканских ученых. Благодарю. Я хочу вам пожелать, чтобы вы продолжали традиции. Игорь Александрович, значит, здесь очень много говорил, что, значит, если не будет традиций, не будет хорошей команды, если тельмашу. Значит, на вас очень большая надежда, что вы будете прогрессировать и не только на иньюрском уровне, а будете и уже в взрослом хоккей. Пока сначала, конечно, вы пройдете молодежку, кто-то уже, конечно, в команде мастеров находится. Например, вот Евгений, все время обалдеет, молодец. Может, из-за радости. Но такие-то маленько, пока еще трудновато ему, но ничего. Я думаю, что все нормально его будет. Просто чисто у меня пожелание вот такое, чтобы вы все время оставались, чтобы у вас было на груди написано, опять, как говорит Игорь Александрович, и Новосибирск. Не сепсильмаш, естественно, не заряд, и сепсильмаш. Но самое главное, чтобы вы сражались за Новосибирск, чтобы вы поднимали дальше. надежда очень большая на вас, ребята. Пожелать вам хочу вам успехов и трудолюбия большого. Спасибо вам за внимание. Обычно в команду, например, с юниоров, до команды молодежной доходят, можно сказать, единицы человека. Три-четыре выпуска, которые идут дальше. Остальные задумываются, куда пойти. Учиться, армию, работать, посвятить себя какой-то профессии. Вот это. Вот этим выигрышем первенство России в этом году мы решили с хоккейным клубом Сепсильмаш, Италия Николаевича Попов, здесь представляет, сделать выпускной, не совсем куда-то, а переводным, вот это чемпионство первенства России, переводное, как сказать, с командой юниоров и в команду молодежной. То есть клуб сейчас позволяет вам всем в полном составе, который у нас есть, вот этот чемпионский состав, тренироваться и перейти в команду, в молодежную команду Сепсильмаш-два. То есть никого мы не будем убирать, тут будет все зависеть от вас, ребята, все предсезонные, значит, пройдете сборы, все зависит, ребята, от вас, а там дальше уже тренеры будут делать вывод. Чтобы вы туда перейдете не одни, мы решили значит, также клубом, что мы не только будем готовить игроков для команды мастеров, но и будем также готовить и тренерские кадры. Поэтому Николай Васильевич с вами дальше пойдет, будет работать с командой молодежной Сепсильмаш-два, так как он прошел в принципе у нас все круги, так сказать, с начальной подготовки, с набора, с учебно-тренировочной группы и с группой спортивного мастерства. То есть мы сегодня выпускаем не только вас, но и Николая Васильевича. Ребят, к этому результату мы шли, сами знаете, в школе, шли конструктивно, то есть складывали детских учреждений. спасибо, это мы поблагодарили уже всех детских тренеров, спасибо нашей 160-й школе, огромное спасибо. Помогли нам в этом тоже свою лепту, огромное наследие. всех вот здесь. Спасибо, Кали, всем, всем огромное спасибо. Но самое главное, ребята, спасибо, хочу все-таки сказать вам. Вы эту победу завоевали, вы выиграли. Молодцы. поздравить, рад, конечно, за вас, что вы на выпуске стали чемпионом России, и как вот Михаил Викторович сказал, что у нас тут победители, но как раз того поколения немножко не хватало для этого победителя, потому что тяжеловато. Вы все-таки действительно с этим выпускаетесь, еще раз говорю, у вас тут двойно тратит, да, выпускаетесь через школы, сейчас вообще вы счастливы и вернулись. И второй момент, но это все, конечно, сегодня вы это все отпразднуете, школа, это все в прошлое уходит. То есть у вас будущее, конечно, ребята, еще раз, все будет трудно. И вот этот шаг сделать с блоковерного Семюрского хоккея в возрастах хоккей, но это трудно. То есть его надо сделать, этот шаг. То есть приложить максимум усилий. Единственное, что дальше, конечно, еще работать будет очень трудно и тяжело перед этим возрастом в жизни. Но у вас все это и есть. Поэтому еще раз вас всех поздравляю. Настраивайтесь на трудную работу, чтобы дальше чего-то еще достичь. Но, конечно, планку вы уже подняли хорошо. Молодцы. Да, ребята, это чемпионство, конечно, это круто. Вы молодцы. Я вас тоже поздравляю уже неоднократно и тренерский штаб, который привел в победе. Теперь, что касается молодежки. Вот вы выиграли чемпионство, да? Вы сделали маленький шажок в своей хоккейной жизни. Но таких шагов, Женя, еще у вас предостаточно. И они будут и трудными, и через пот, и через кровь это будет все происходить. И вот, что касается молодежки, ребят, ну, в три, да, года, четыре максимума, вы можете не поиграть. Поэтому хочу вам пожелать, чтобы вы напрасно в свое время это не растрачивали и максимально эффективно его использовали, чтобы попасть уже еще на одну ступеньку выше. Это команда мастеров. Мы со своей стороны, естественно, сделаем все от нас зависящее. Максимально усилия приложим, чтобы туда попали, ребят. И уже, как сказали, решили победу Сепсельмаш основной команды. Все, поздравляю. Ребят, ну, сегодня очень много уже вам сказали. Я не хочу повторяться, я искренне присоединяюсь ко всем словам, которые сказаны. И, понятно, ко всем поздравлениям, ко всем пожеланиям. Чтобы не большое время много не занимать, хотел бы сказать одно только, что со стороны хоккейного кулу уже кто-то это уже понял, кто-то еще поймет, но я точно вам обещаю, мы будем стараться делать, чтобы нашим ребятам, нашим воспитанникам здесь дома комфортно, дома хорошо. То есть и вы с вашей стороны тоже должны прилагать максимум усилий и стремиться, то есть чтобы не были пустые слова для вас никакие, такие как Сепсирмаш, такие как Новосибирс, то есть эти слова дорогого стоят, они вас столько лет вы отдали. И я думаю, что в принципе, в принципе очень бы хотел всех видеть с кем-то, я уже повторяю, с кем-то мы уже видели, с кем-то мы уже даже контракты подписывались, но это далеко не предел, и хотел бы с кем-то еще не виделись что двери, в этой разделалке все говорят, говорят, сейчас у вас определенный новый этап, это молодежная команда, но я думаю, все равно для каждого хочется стремиться попасть в главную команду, ну и попасть в сборную, через главную команду. Я бы хотел к вам всем-всем искренне пожелать под всей души такого спортивного везения, даже кому-то, ну здоровье это понятно, спортивное везение, спортивного счастья.